Привет! Сейчас я постараюсь донести до вас очень важную информацию, которая будет являться вибрато на гитаре. Как показала практика и наблюдение, с вибрато в стране очень большие проблемы. Такие проблемы, что даже некоторые опытные музыканты даже не понимают, почему. Сейчас я вам расскажу, что вам не расскажет ни один учебник. По крайней мере, я очень много литературы перелопатил, этого нигде не было описано. Так вот, суть в том, что такое вибрато. Вибрато – это серия микроподтяжек с возвратом в основной тон, скажем, такой украшающий элемент звучания ноты. Как он делается? Ни в одной литературе я не увидел, чтобы вибрато описывалось как ритмическая единица. Но вибрато – это ритмическая единица, и каждая микроподтяжка имеет свою длительность. И, скажем, если вы играете в какой-то композиции, в какой-то соличочек, и делаете эти микроподтяжки не в сетке ритма, то получится хуйня. Значит, у вибратора есть ритмическая основа. Тривольный ритм. Вот. Чисто под ногу играем этот триволь. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Вот, это всё под ногу играется. Открыл глаза, да? Ни в одной литературе не написано, что вибрато подходит к ритмической сетке композиции, которую вы играете. Нигде такого не написано. Написано вибрато, блядь, и это... Оно рисуется во времени вот так. Оно может быть глубокое, оно может быть лёгкое. Всё. А дальше херово знает, как его играть. Ещё важный момент, который написан везде, что вибрато это чёткое волнообразное движение с возвратом в основной тон, который мы извлекли. Обязательно должен быть возврат, и высота подтяжки всегда должна быть одинакова, иначе будет херня. Ну, единственный вариант, где возрастание или убывание вибрато по экспоненте. То есть, допустим, мы начинаем с лёгкого вибрато, и потом его расширяем. Это звучит круто. И наоборот, в принципе, расширенная вибрато переходит в лёгкое. Касательно этого, скажу, что вибрато может делаться каждым пальцем, каждым, и мизинцем тоже. В рифах особенно там. И оно родственно с обычными бендами-подтяжками. И, в принципе, может делаться с вспомогательными пальцами. То есть, допустим, двумя пальцами вибрато, двумя, тремя, одним. Кому как удобно. Здесь нету стандартов. Единственное, что я ещё замечал, что некоторые пытаются делать скрипичное вибрато. То есть, допустим, выходить. Но оно тут, наверное, неэффективно, потому что перекат пальца в пределах лада не изменяет высоту тона. Как, допустим, на безладовом инструменте. Поэтому вот такое движение дрочилка вот эта не канает здесь. Следующее, на что хотел обратить внимание. Если вибрато это сродни подтяжке, то ощущения на кончике пальца должны быть идентичными. То есть, допустим, это та же подтяжка. Чтобы научиться делать вибрато, нужно начинать её делать с подтяжки. Допустим, мы сделали подтяжку на 12-ом, ой, на 14-ом ладу. И начинаем потихонечку раскачивать. Техника исполнения вибрато в данном случае она блюзовая. То есть, с пальцем наверху. Тогда у нас есть какой-то контроль делать её одинаково. Если мы делаем её так, уже контроля нет. Следующее, на что хотел бы обратить внимание, что на весу вибрато не делается. Это может быть какой-то трюк. Можно задорочиться, конечно, профессиональному музыканту. Но в экстремальных случаях это будет неэффективно. И лажу вам. Ну всё. В принципе, про вибрато рассказал. Подписывайтесь на мой канал. Можете, в принципе, писать в личку, задавать вопросы. Ещё я могу также видеоответом отвечать на это всё, делая определённый видеообзор на определённый саж, так сказать. Пока. Всё, давай. !